Привет! Сегодня я расскажу про то, как готовлюсь к новому учебному семестру на высших АТ. Да, к слову, начался сегодня, и я тот человек, который дожил до четвертого семестра в этом университете. Мне кажется, можно меня поздравить. В общем, слева от меня висит настиранный плащ, который готов к новым лабораторным в новом семестре. Прямо, но ставленная камерой свет, так что можно начинать. И, в общем-то, исходя из всех прошлых ошибок, из всего опыта, который накопила за эти несколько семестров, я решила, что перед началом этого я сделаю следующее. И в этом видео покажу вам канцелярию, которую докупила для этого семестра, как я оформила страницу в ежедневнике на этот семестр, и также покажу дополнительные материалы, учебники, где все это найти, чтобы, собственно, сдать все экзамены и закрыть этот семестр, как и прошлые. И еще несколько впереди ждут меня. Хотелось бы сказать, что если вы первокурсник, то первым во втором семестре вам сразу же нужно будет купить калькулятор. Разориться на калькулятор, да. Они могут стоить от 300 до 500 крон, но, в общем, это вам потом на всю вашу учебную, рабочую и так далее жизни. То есть купите какой-нибудь нормальный профессиональный калькулятор и разберитесь в нем, разберитесь, как она работает, эта вещь вообще. В общем, если мы говорим про тетрадки, у меня в этом семестре не так много предметов, на самом деле, что удивительно. Но, видимо, настала пора лабораторных, и в этом семестре у меня 4. Одна с прошлого года и 3, которые нужно закрыть в этом семестре. Видимо, поэтому предметов так мало. Для лабораторных я взяла вот столичка тетрадей в клетку. Также я почему-то здесь полюбила обычные листы, вот обычные. На них тоже удобно. В общем, в клетку и обычные тетради. И так как я повторяю предмет, лабораторную с первого года, как я сказала, в общем, нужно вот такой ежедневник, типа лабораторный дневник. Их можно распечатать, но в прошлом году я распечатывала, и это не очень удобно. Я решила, что 130 крон я выделю на этот дневник, и он будет у меня вот такой красивенький. Они выглядят то же самое, то есть вы просто распечатываете листы. Но как-то не знаю. В общем, я задолбалась с ними таскаться, и то потеряется, то еще что-то. В общем, вот этот дневник, и все сразу есть. В пенале у меня ничего не меняется. Все остается с прежних годов. Я этим пользуюсь уже годами. Я докупаю отдельно стержни, то есть даже ручки у меня остаются такие же. Я не фанат закупки такой огромной перед каждым учебным годом, событием. Покупать себе снова все новое, если есть все старое. Зачем? Вот доношу и спешу до дыр, так сказать. За ежедневником. Кстати, забыла сказать, что еще пара тетрадей у меня осталось с прошлого семестра. Как-то я взяла большие тетради и не списала их. И в общем, если мне понадобится еще каких-то тетрадей для конкретно предметов, я буду писать все там. Опять же, зачем покупать? Шетчим природу, как говорят чехи, это значит бережем природу. Если мы говорим про ежедневник, то этот товарищ у меня уже старый, исписанный и заканчивается. Но на самом деле я в последнее время как-то не очень веду ежедневник. То есть если я раньше делала себе развороты на неделю и все записывала, я почему-то перешла в заметки в телефоне и на компьютере, и они у меня синхронизируются. Это настолько стало удобнее, мне меньше таскать. В общем, не знаю, просто как-то у меня сейчас просто как-то не хочется писать все это в ежедневник. Но я сделала разворот на семестр, потому что в прошлом семестре это казалось очень удобным. Прям вот, ну очень удобно. Я сейчас покажу вам с прошлого семестра. Вот в прошлом семестре это выглядело вот так. И сейчас это выглядит получше. Это выглядит вот так. И то есть, собственно, здесь весь семестр. Давайте я, наверное, вас немножко переключу. В общем, выглядит все это дело вот так. Здесь все 14 недель, которые я учусь в этом семестре. Так как лабораторных очень много, я не хочу запоминать, когда они начинаются, когда начинается, какая лабораторная, какая, когда заканчивается. Я все это выписала вот здесь. И здесь все 4 лабораторных... Нет, здесь 3. В общем, и еще где-то здесь будет еще одна, вот где-то в этих днях. Также сюда еще нужно дописать тесты, которые на каких неделях они будут проходить. Это очень удобно, потому что в прошлом семестре я открывала эту страницу, смотрела, ага, через 2 недели у меня тест, надо бы начать готовиться, разбирать. Вот. И это я еще не сделала. Это нужно просто зайти в систему и посмотреть, когда у вас зачетные тесты. То есть это обычно где-то середина семестра и конец. И здесь я оставила место для каких-то проектов, но, походу, никаких проектов в этом семестре не будет. Если в прошлом семестре у меня была презентация по английскому, там какой-то доклад и еще что-то, то в этом семестре, походу, ничего не будет, либо я просто это еще не знаю. В общем, посмотрим. Но это место для таких заполнительных заметок, дополнительных каких-то заданий. Здесь выписаны все мои предметы и все кредиты, которые я получаю за закрытие этого семестра. За закрытие этого предмета, пардон. То есть, кому интересно, можете глянуть. А здесь расписание. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Вот это лабораторные как раз, они обычно на весь день. Плюс, может быть, лабораторные где-то у меня еще вот здесь. А так остальные предметы. Синее — это практика, серенькое — это лекции. То есть, ну вот как-то так. Уже предвкушаю, какое количество протоколов я буду делать с этих лабораторных и надеюсь не умереть с этого. И если про ежедневник мы поговорили, то настал черед учебников и дополнительных материалов. И для этого я вам сейчас покажу записанное видео с компьютера. Так будет намного нагляднее, понятнее. И, собственно... Для начала надо понять, что я вообще буду учить в этом семестре. И для этого я захожу в систему. И после того, как там появится окончательное расписание, а это обычно от меня за три до начала семестра, я могу найти все свои предметы. Затем я тыкаю на каждый из них, потому что там можно найти полезные материалы. Ссылка на сайт e-learning. Там в основном лежат все презентации, которые профессора пускают в течение преднажки. Преднажку вы же уже знаете, да, что это лекция. И вот здесь я вижу e-learning. Опять тыкаю. Также здесь можно найти, в принципе, всю информацию о предмете. В кратком формате, я бы сказала. То есть учебники, по которым составлены все лекции. Также, в принципе, список тем на 14 недель. А также краткую информацию о том, как проходит экзамен. Устная часть или только тест, или то и другое. Ну и, собственно, переходим на этот сайт e-learning. И именно здесь вы найдете все лекции, все презентации в формате PDF, которые вы можете распечатать. Взять с собой на лекцию, делать какие-то пометки. А можете просто потом учить перед экзаменами по ним. Также можно использовать сайт Primat. Все учителя на Выше ХТ знают, что это за сайт. И это такое место, куда студенты сливают сфотографированные тесты, свои протоколы, в общем, какой-то еще материал. И все про это знают, все этим пользуются. Как бы предупреждают учителя, что не нужно этим пользоваться, мы все знаем. Но если к этому подойти с умом, то мне кажется, что можно неплохо так сэкономить себе время, например, при тех же протоколах. Помимо тестов и протоколов, на этом сайте мне нравятся сохраны или выпрацованные отаски. Это такой минимум, который необходим на экзамене. В общем, вы переходите на сайт, видите здесь много разных материалов, которые можно скачать. Скачиваете его, и он открывается либо в формате PDF, либо вам также понадобится архиватор, если я не ошибаюсь, чтобы раззиповать, зазипованную папку, скажем так. Скачивание происходит за бананами. Бананы вы покупаете за чешские кроны, то есть как бы за реальные деньги. Бананы — это, ну, видимо, потому что сайт примат, как бы обезьянки, все дела. Ну и последним шагом я стараюсь все это как-то понятно, логично упорядочить. Создаю папку на рабочем столе, например, четвертый семестр, и засовываю туда все скачанные материалы по предметам, чтобы это было реально удобно и быстро. И на этом пока все. Надеюсь, вам было полезно или просто интересно посмотреть, как облегчить себе жизнь в течение семестра. Я пошла снимать следующее видео. На сегодня мой съемочный день и заканчивается, так что увидимся в следующем видео.